Чего ждать от твиттера Моники Левински? Почему канадцам нельзя быть тюленями? И где теперь Кадыров будет постить свои фото? Об этом и не только в нашем обзоре. Мир моды скорбит умер культовый дизайнер Оскар Де Лоренто. Он одевал всех первых леди Америки от Джохлин Кеннеди до Мишель Обамы. Его коньком всегда были платья изысканные, элегантные и невероятно женственные. Последний шедевр модельера – свадебный наряд для невесты Джорджа Клуни Амаля Ламудин. Оскару Де Лоренто было 82. Несколько лет назад у него диагностировали рак. Отключить Чечню от интернета хочет Рамзан Кадыров. Всемирная паутина, по мнению президента республики, пагубно влияет на молодежь. Там, например, легко можно найти и послушать проповеди ваххабитов. Кстати, сам Кадыров – активный пользователь интернета и социальных сетей. Он регулярно постит свои фотографии в Инстаграме. Моника Левински в Твиттере, бывшая любовница бывшего президента США Белла Клинтона, завела свой первый аккаунт в соцсетях. Пока что написала всего несколько банальных сообщений. Мол, всем привет, волнуюсь перед выступлением на каком-то форуме. Но у нее уже более 50 тысяч подписчиков. Видимо, пользователи Твиттера надеются, что Левински порадует их более интересными и откровенными постами. Пошла в гости к приятелю и застряла в дымоходе. Американским спасателям понадобилось несколько часов, чтобы вытащить из трубы жительницу городка Таузен-Оукс. Через дымоход девушка пыталась пробраться в дом к бывшему бойфренду с неожиданным визитом. Теперь за незаконное проникновение в дом коротает время в полицейском участке. К британским медикам зачастили пациентки, у которых разорвались импланты груди. За последние несколько лет число подобных случаев возросло в пять раз. В группе риска женщины, которые пожелали себе грудь негабаритных размеров. Медики объясняют, чем объемнее импланты, тем большая вероятность, что с ними возникнут проблемы. Не гулять на Хэллоуин. А если гулять, то только не в костюмах тюленей. Власти канадского города Черчилл призывают жителей быть крайне осторожными в ночь всех святых. Дело в том, что на мысе недалеко от города сейчас массово собираются белые медведи. Они ждут замерзания реки Гудзон, чтобы поохотиться на тюленей. И в темноте просто могут ошибиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова